Итак, ну что ж, Ария Рума и маленькие любители покушать, и это великолепная игрушечка Факторио с модом Кроссторио 2. Ну и как я люблю это говорить, и всегда об этом говорю, за кадром произошли какие-то гигантские, невероятные и просто невообразимые изменения, впечатления и вообще всё на свете. Вы можете изменить, как наша карта в принципе уже здесь поменялась, и как она здесь сейчас вот выглядит без всяких ненужных электрических лэб. У нас здесь появились такие мои любимые, наверное, стены и система по защите базы. Вот такие вот стены у нас поставлены по периметру этой самой базы, состоящие из подстанций и лазерных турелей. Лазерные турели, по-моему, с прошлой серии мы их не производили, но у нас здесь вот появилось производство их, вот именно вот здесь, вот оно у нас существует. Крафтятся они не очень сильно, я вывел просто с линии, вот эти вот необходимые нам материалы. Аккумуляторы у нас производит та же станция, которая производит аккумуляторы для наших, как ни странно, аккумуляторов. Но тем не менее, вот здесь вот производство у нас турелей было организовано. Вот здесь вот где-то повыше у нас было организовано производство стен. И таким образом, благодаря размещению вот здесь вот везде дрон-станций и благодаря покрытию вот такому вот большому покрытию дрон-сетей, у нас получилось организовать нормальную защиту от кусак. Я решил кардинально такие заняться за кадром и не включать это все в серию, только потому что реально кусаки задолбали, реально их стало много. И просто я устал отвлекаться на них и терпеть их нападки. Соответственно, вот эти вот все турельные защиты требуют очень сильных мощностей, и для этого я построил здесь еще побольше аккумуляторов и солнечных панелей. Но даже такого количества нам не хватает по факту, и возможно, и с большей вероятностью, я еще буду их размещать и буду размещать много где. Помимо всего прочего, я буду вот эту вот станцию перестраивать, а все потому что вот этот перекресток с вот этим перекрестком не стыкуется. Они находятся не в одной плоскости, и мне нужно будет это все перестраивать, но ничего страшного. И еще главное изменение, вот здесь вот, как вы можете видеть, с гигантским загрязнением располагается вот такая вот небольшая станция. Еще одна станция по добыче вот этих самых драгоценных материалов, устроена она таким же образом, как и вот эта вот станция, которую мы строили с вами в прошлой серии, и ничего сверхординарного здесь нет. За исключением того, что я немножечко переделал систему по резервуарам с нашим хлором. А именно то, что я здесь поставил небольшую логику, которая вызывает сюда поезд, только когда у нас хлора становится меньше, чем 10 тысяч. Тогда сюда прибывает хлор, вот этим вот поездом, и у нас все работает. И такая же система на 10 тысяч работает и на этой станции. Благодаря чему, наверное, по большей части получается экономить этому поезду запасы угля, или в нашем случае обычно вот это вот топливо. Так, к сожалению, вот этот поезд пока что без системы по топливу, но я думаю, как только у нас появится большое количество различных дронов, это все у нас быстро исправится. Благодаря тому, что теперь у нас наконец-таки здесь появились драгоценные металлы, и благодаря тому, что теперь они выведены на конвейер, мы можем с вами наконец-то начинать новые улучшения. Я хочу заспидранить немножечко дронов, а именно вот эти вот сундуки запроса, они мне очень буквально нужны и необходимы. В частности, для поездов, как ни странно, потому что для поездов нужно топливо, а организовать отдельный поезд или отдельную станцию для заправки я просто не хочу. Так вот, для логистической системы нам не хватает только вспомогательных карт. Вспомогательные карты у нас скрафтятся из всего того, что у нас уже практически готово. Мне, по идее, по вот этой линии, которая ничем не занята, можно было бы вывести вот здесь вот как раз ракетное топливо, которое, я напомню, что уже у нас успешно приводится на наши нужды, и давно уже существует. Осталось только вывести его на линию конвейеров. Пока что, видимо, коронины я забираю отсюда вот эти вот все наши быстрые манипуляторы и быстрые конвейеры. И хорошо, теперь я должен где-то здесь поставить производство конструкции малой плотности. Но прежде чем эти конструкции малой плотности производить, я бы хотел построить исследовательские сервера. Вот они у нас. И сколько у нас, допустим, ну 4 штуки, я думаю, хватит. Я сомневаюсь, что нужно будет больше этих серверов, учитывая наши масштабы производства и темпы наших исследований. Я думаю, что 4 штук как раз будет нам оптимального количества хватать. Для конструкции малой плотности нам нужна меди, сталь и пластик. Причем стали и пластика нужно не так много, меди нужно много. Мы, по идее, вот здесь вот можем начинать это все организовать производство. Это какие-то заоблачные очень цифры. Нам, по идее, на 4 вот таких вот фабрики нужно 27 вот таких вот заводов. Это как-то очень много, вам не кажется? Ну, хотя темпы, по которым производятся вот эти вот конструкции, очень маленькие. И, в принципе, ресурсов они требуют немного. Даже их можно было на один конвейер впустить. Их как раз бы хватило на одном конвейере. Но не будем мы этой темой страдать. Мы просто пустим 2 конвейера сейчас и на 27 сборочных автоматов. Сталь, пластик я вывел, медь я вывел. Вот у нас идут 2 линии. И приходят они вот пока что в 20 столов по производству конструкции малой плотности. Главное, что сейчас я это все сделал таким вот образом. И теперь я могу это все масштабировать. И вместо 27, пожалуй, я поставлю здесь их 40. Возможно, мне будет не хватать ресурсной базы, которая у нас здесь будет производиться. Но ничего страшного, я думаю. Так что, если что, мы в любом случае это все замасштабировать сможем. Все, вывод я сделал. Сейчас дроны, по идее, смогут достроить вот эту вот дрон-станцию. И теперь точно достроят здесь все необходимые нам процессоры. Так, ладно, в любом случае, нам остаются только пустые карты. Готово. Производство конструкции малой плотности тоже готово. И последний штрих, это нужно разместить, наконец-то, здесь все оставшиеся необходимые компоненты для наших сундучков. Вернее, их производство. Я не думаю, что вот это вот ракетное топливо понадобится дальше. Поэтому пока что мы его вовсе убираем с нашего конвейера. И пока конструкцию малой плотности я тоже буду пускать целенаправленно на производство. И останется мне последний нюанс. Это именно вот эти вот синие наши процессоры, которые успешно здесь уже в большом объеме заполнились. А я, в свою очередь, уверен, что вот эти вот процессоры понадобятся нам много где. Поэтому пока что они здесь и остаются. И даже идут на линию основную нашу базы. Нам же, со своей стороны, останется только их грамотно вывести. Лаборатории размещаются и успешно начинают производить необходимые нам микросхемы. Да, производят они долго, но что ж теперь поделать. Но главное, что они производят. А вот, между прочим, первые желтенькие микросхемы, которые мы самостоятельно произвели, которые у нас самостоятельно накопили здесь. Теперь мне нужно будет сюда подвезти, получается, вот поезд наш, из которого будет из сундучка все загружать из этого вот в себя. Логику для этого поезда я успешно добавил. Таким образом, он будет ждать на станции 20 секунд. Если с ним ничто не происходит, то он будет колесировать и забирать со них все наши микросхемы. Мы ставим его, получается, в автоматический режим, и сейчас он, по идее, должен начать работать. Поезд приехал, мы его пока что ставим в ручной режим, потому что ему тут немножко нужно настроить. Вот у нас появляются здесь новые слоты с вспомогательными картами. Мы нажимаем средней кнопкой мыши для того, чтобы он запомнил, что в эти слоты нужно помечать именно эти предметы. И все, автоматический режим снова ему ставим. Он выполняет логику по собственному ожиданию. Больше ему здесь задерживаться смысла нету, поскольку производственные наши мощности не удовлетворяют потребности этого поезда. Всего нужно 250 карт на изучение. У нас, в принципе, 250 карт уже накопилось за вот такое вот маленькое количество времени. И я сомневаюсь, что нам нужно будет больше. Ведь даже такой скорости нам будет за глаза хватать. И с исследованием, я думаю, проблем у нас в скором времени, да и в принципе, не будет. А-а-а-а! Посмотрите! Посмотрите, что я забыл! У нас Красторио добавляет, кроме вот этих вот лабораторий второго тира, новые лаборатории. И нам сейчас нужно все эти лаборатории переделать под новые. Иначе, конечно же, у нас ничего работать не будет. А я-то уже был обрадовался, что сейчас мы начнем новое исследование. Ага, аж тысячу раз. Сейчас давайте не будем пока терять время и найдем новые лаборатории, которые нам нужно будет изучать. Вот они, продвинутые лаборатории. Нам, по идее, для них ничего сложного не надо. Это все у нас есть. Начинаем производство. Единственный минус, они, конечно, крафтятся у нас долго, но сейчас мы это все придумаем. Все, по идее, на крафт у нас все поставлено. И теперь мы просто должны дождаться, когда у нас все лаборатории произойдутся в нужных масштабах. А пока вот эти вот лаборатории мы можем потихонечку размещать. У нас тем более, что они пошли вот так вот передаваться. И одна лаборатория у нас, между прочим, уже начала свои исследования. Хотя бы один ряд у нас уже готов в лаборатории. И остальные тоже скоро будут готовы. Пошел у нас какой-нибудь процент? Вон, да, один процент, два процента уже произведено. Замечательно. А вот и все. Логистика второго уровня у нас произведена. И нам достаются сундуки запроса. О, да. Буферки и активного снабжения. Ну, по факту это не так сильно необходимо. Буферные сундуки так вообще я не знаю, как и где использовать. Так что вообще забьем на эту тему. Главное, что для нас открыты синенькие сундучки. Они у нас вот здесь вот, по идее, могли бы производиться. Я думаю, так и сделаем. Почему бы нет? Желтые сундуки мне не так сильно необходимы. А вот красные и синие будут по большей части в приоритете. И они уже, между прочим, начали здесь производиться. И это меня, несомненно, радует. И мы можем пойти в первую очередь заняться необходимой логистикой, которая нас там так сильно волнует. А пока мы занимаемся там логистикой, можно было бы заняться чем-нибудь другим в плане производственных процессов. Я бы хотел, на самом деле, произвести что-нибудь такое экстраординарное в плане вот такой вот брони. Но для этой брони нужно будет еще кое-что изучить. Но это ничего страшного. Главное, что мы сможем производить вот такую вот броню, которая для себя требует лишь еще модули эффективности. И все, наверное. Я думаю, вот за этими модулями мы можем сейчас пойти и ими заняться. Они нам понадобятся в гигантских объемах. Для них нужны компоненты и электросхемы. На самом деле, вот по мелочи реально. И сейчас нам нужно реорганизовать все производство наших вот этих вот поездов в плане добычи ракетного топлива. По идее, все ненужные конвейеры я убрал отсюда. И все везде я заменил на необходимые нам ресурсы, компоненты и вообще все самое необходимое. И по идее, теперь у нас везде, где нужно, используется ракетное топливо. У нас сейчас две есть приоритетные задачи. Первая и основная, наверное, приоритетная задача это добыча урана. Как бы мы не хотели заниматься добычей урана в этой части, Кроссторио нас обязывает к этому. А все потому, что фиолетовые колбочки требуют этого самого урана. А как мы можем помнить, уран это в любом случае серная кислота, которую нужно будет как-то делать, как-то нужно будет ее делать в поезд. Это, короче, очень долго и очень муторно. Я думаю, то, что производство серной кислоты я сделаю за кадром и организую его. И вместе мы в следующей серии займемся переработкой урана. Ну а пока у нас уран не готов от слова совсем, мы могли бы заняться нечто другим. Для начала нужно снова мне в очередной раз расширять нашу базу. Если добычей самого урана мы будем заниматься в следующей серии, то и в этой серии я бы хотел сделать вот эту самую силовую броню Марк 2, для которой по факту мне не хватает только модулей скорости и эффективности. А остальное, по идее, у нас все должно быть. Как раз мы решили заняться производством модулей продуктивности, нам нужно, во-первых, дождаться, когда у нас все это в безобразии достроится. Нам нужно сделать для модулей продуктивности, где бы они у нас были, вот они. Вот эти сами микросхемки, короче, нам нужно сделать. Я не помню, как именно они называются. В общем, организовать их производство в любом случае мне нужно будет. Беда пришла, откуда не ждали. Как я и говорил, то, что у нас снова начались проблемы по аккумуляторам. У нас, в принципе, энергия в аккумуляторах закончилась, и мы сейчас сжигаем уголь. Плачевно, на самом деле, для нас это все. Нужно будет еще строить эти солнечные панели, нам, думаю. А, настолько у нас проблемы. Посмотрите, у нас даже радары выключились. Взаобразие. Но я думаю, то, что займусь я электроэнергией уже за кадром, это не так сильно нужно, не так сильно необходимо. А, ну да, вот почему у нас энергии-то нет. У нас все дроны одновременно начали заряжаться. Может быть, ядерную электростанцию построить? По-моему, звучит очень даже неплохо. Наконец-то у нас запущено производство компонентов. Получается, для оставшегося производства вот этих самых модулей продуктивности, скорости и прочего нам не хватает только вот этих вот, получается, микросхем разной цветовой палитры. И производство, по идее, будет у нас организовано вот таким вот образом. И я думаю, то, что на первый тир будет организовано по два вот таких вот цеха. Это будет у нас успешно все работать и организовываться. Замечательно. Имею в виду, я, допустим, вот четыре, получается, вот таких вот сборочных автомата, допустим, для модулей скорости. Производят они медленно, так что ничего страшного. И также я хочу организовать здесь пока что не модули скорости, а красненькие вот такие вот, да, модули продуктивности, ведь, по-моему, они мне и нужны были. И все это безобразие пошло успешно работать. Замечательным образом я организовал здесь производство также сразу же модулей скоростей второго тира. Я пока что ограничу до одного стака, ибо больше мне не нужно. Просто здесь разделил наши микросхемы на два ряда, и все у нас успешно здесь работает и производится. И то же самое мне нужно сделать с зелеными нашими микросхемками. Для пущей уверенности я хочу еще разместить вот эти вот красные, но не уверен я, что они мне сильно так-то необходимы. Хотя я просто вот так вот возьму, хотя я просто возьму вот так вот и скопирую и размещу здесь еще раз вот такое же безобразие. Возможно, мы просядем по ресурсам, но зато мы произведем это все гораздо-гораздо быстрее, чем могли бы при изначальных ресурсах. А насчет красных моделей продуктивности, они не сильно у нас где по факту нужны. И если что, я организую здесь еще одно такое же производство, только масенькое, и оно у нас будет успешно работать. Места здесь хватит, не переживаем по этому поводу. По-хорошему, наверное, в эти самые производители можно было запихнуть еще парочку модулей, именно по скорости. Пока что я этого делать не буду, потому что мы сейчас собираем себе ресурсы на силовую броню. И по факту нам этих ресурсов осталось совсем какое-то маленькое количество, и у нас практически силовая броня, можно сказать, что в кармане. Ты видишь? Замечательно, мы начали ее производство. Ура! Ура! Она у нас скрафтилась. И посмотрите! Посмотрите просто на эти колоссальные масштабы. По сравнению с тем, что у нас было, и по сравнению с тем, что у нас сейчас, это просто небо и земля. Мы здесь еще можем вот эти вот панели солнечных размещать, хоть просто вот все ими заполнить. И у нас теперь точно не будет проблем по электроэнергии. Я бы хотел сделать еще персональную силовую лазерную защиту, наверное, и вот такую вот защиту. У нас есть какие-то проблемы, конечно, по борьбе с жуками, но это не так критически, на самом деле, как могло бы показаться на первый взгляд. Так что, на самом деле, конечно, вот это вот все будет не так, чтобы сильно необходимо. А вот то, что будет необходимо нам сейчас, это на самом деле. Еще парочка солнечных панелей, и, в принципе, нормальная укомплектовка вот этой вот системы. Я думаю, то, что еще нужно будет здесь, как минимум, одну батарейку ставить. Экзоскелеты умножать еще на один, как минимум. Остальное место, как раз таки, у нас и будет то всем необходимым. У нас тут дроны пока что все это достроят, пока что у нас все нормальных масштабов будет. Это еще пройдет очень большое время. Я думаю, то, что расширять нам нужно в обязательном порядке вот эту вот систему по производству наших солнечных панелей, и расширяться они будут вот здесь вот, и хоть до бесконечности. Но это все будет у нас безобразие за кадром. Ну, а также на правах рассказчика я хочу вам сообщить, что я подготовлю уже полноценный поезд, который будет заниматься поставкой серной кислоты для добычи урановой руды. И уже следующая серия у нас будет посвящена переработке урана, и мы будем уже полноправно двигаться к тому, чтобы производить вот эти вот технические карты продуктивности, для которых как раз таки, как ни странно, нужен уран-238. А там уже будет недалеко до ядерных реакторов, возможно, если у нас будут проблемы с энергией. Также недалеко будет до переработки Коварикса, и еще куча интересных проектов. Возможно, в скором будущем отправка ракеты, но самое интересное, что на отправке ракеты модификация Кроссторио не заканчивается. Ну, а у меня пока что на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона, как всегда, был ваш покорный услугам Амору. Еще услышимся!